Здравствуйте, меня зовут Виталий Дикий, это канал Дики Лайв, как всегда интересные гости, с большим удовольствием представляю моего гостя, это Гарри Табах, военный эксперт, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Добрый вам день. Вам также, Виталий, Украина, привет всем. Спасибо, что вы с нами. Прошу небольшое прощение за свой вид, но я в пути. Я думаю, что вопрос как раз к вашему виду абсолютно не нужно воспринимать серьезно. Мы говорим концептуально о чем, о контенте, который будем сегодня прервать нашим телезрителям. Скажите, пожалуйста, ну давайте так, все-таки вы живете в Соединенных Штатах Америки, соответственно, владеете и как бы чувствуете себя неплохо в информационном поле. Президент США Байден сказал о том, что боевые действия в Украине сейчас находятся в критическо важной точке. Что он имел в виду и, может быть, вы нам расставите все точки над «и»? Ну, я не только живу в Соединенных Штатах Америки, я американец, я вырос, учился здесь, школу, университет, училище, вырастил семью здесь. Я полностью американец. И что президент Байден имеет в виду, я вот сейчас сам себе задаю такой вопрос, что он имеет в виду для тем, когда ваш министр иностранных дел, господин Кулеба, был в его офисе 23-24 февраля. Он ему почему-то говорил, что нужно думать там для 22-го, сейчас точно не помню, ну, прямо перед войной, когда он просил, когда ваш президент просил, дайте оружие, дайте ПВО, он говорил, у вас есть 48-72 часа, ну, мы с вами до конца, когда просили его ПВО дать, все остальное. Поэтому тогда, наверное, было самое критическое время для Украины, но когда украинцы уже сами, своими силами отбили этот нахрап российский, когда уже их танки были практически, не практически, а были на улицах Киева, он почему-то не посчитал, что это критически, и нужно бросить все силы, чтобы защитить Украину, так как мы дали заверение Будапештскому меморандуму, что мы это будем делать, и не выполнили это. Поэтому сейчас то, что он говорит, сейчас критически, конечно, критически, это война, но война каждый день критически, потому что если ваши деятели сами там и находятся, то это критическая, каждодневная ситуация может измениться. Но я думаю, он услышал, или его, я думаю, что он, понимаете, надо тоже говорить, что Байден это коллективный Байден, Байден как человек сегодня уже, я думаю, что все, даже большинство демократов понимают, что контактивное состояние его очень плохое. И я это не говорю, чтобы унизить человека, или еще как-то, мне наоборот, я считаю, что это нечестно, неправильно, ставить человеком в его состоянии и требовать от него каких-то связанных вещей, как, например, как он отвечал журналистки украинские, почему не Дэвид Лэн Лиз и так далее. Поэтому этот коллективный Байден осознает, что не только президент Зеленский требует больше оружия и говорит, слушайте, ну уже и выступает. И министр иностранных дел сказал, что ленд-лиса нету, не идет, ничего такого нету. А, кстати, вот извините, что перебиваю вас, у меня был вопрос, я хотел вас, кстати, спросить, это, думаю, уместно, а почему действительно ленд-лис не работает несколько месяцев? Ну, сейчас я закончу. И там нужно другое оружие, гаубицы 800, 700 таких, чтобы перейти в наступление, чтобы защитить. Ну и уже даже начальник разведки, ваш экспедитор тоже сказал, что оружия не хватает, что оружия не хватает. Поэтому я думаю, что они уже начинают отвечать, что критические понимают, что россияне могут еще мобилизировать и еще мобилизировать, просто закидывать телами вас. Ваши ребята что же там гибнут? Это не только русских вы кости. Поэтому ситуация, конечно, и зима, что колесная техника особенно вязнет в грязи, нужно гусеничной техники больше. Ну и много других деталей, которые наши военные тоже подтверждают. Наши военные тоже говорят, что Украине чрезвычайно тяжело, как бороться, если мы не дадим ленд-лис. Это то, что у нас говорят в Конгрессе. Почему не дают? Вот это, конечно же, вопрос очень важный. Но перед тем, как спросить нас, американцев, почему Белый дом не дает то, что он подписал, не выполняет американский закон, потому что в Конгрессе и в Сенате провозгласили, проголосовали большинство, супербольшинство, то есть голос народа был еще в мае прошлого года, в апреле-мая прошлого года, чтобы дать все необходимое Украине для ее полной победы. Как можно быстрее, убрав все бюрократические наши преграды, убрать голосование в Конгрессе, что президент имеет право дать все, что президент подписал 9 мая, и ноль. Ничего не пошло. Ноль по ленд-лису. Опять то же самое, выдаются пакетами деньги где-то 1,3 миллиарда долларов в месяц. То есть где-то 3 дня, 3-4 дня, то, что давалось в Афганистане на 3-4 дня войны, в чем там наша армия была, присутствовала и воевали не против второй армии мира, а против басмачей на Ишаках с Калашниковыми. Поэтому, конечно же, этот вопрос задается... Могу только ответить тем, что сказал наш генерал Келлог, генерал Патреус. Они сказали, если бы мы хотели, эта война давно бы уже закончилась. Мы бы дали оружие, и украинцы бы разбили российские войска и выгнали бы эту мразь со своей территории. Но мы, видимо, не хотим. А почему не хотим? Много есть сценарий. И мне, вот до того, как вы спрашиваете меня этот вопрос, я должен у вас спросить, у журналистов украинских, у украинских СМИ, потому что у вас очень популярные, очень знаменитые журналисты, и по всем вашим главным каналам идет такая вещь, что ленд-лист не нужен, что это все фуфло. Эти же люди, правда, кричали пару месяцев тому назад, что вот сейчас нам дали памятник Байдену, надо поставить у нас тут. Теперь говорят, что это не нужно. А те люди, которые пропагандируют за ленд-лист, что еще бы дали все необходимое оружие украине, это консервы российские. И вот огромная идет волна. Конечно же, нам очень сложно с этим бороться в Соединенных Штатах Америки, потому что нам все время тыквы, что говорят, подождите, ну вот в Украине говорят, что им не нужен ленд-лист, или они говорят, что почему-то за ленд-лист надо платить, что абсолютное вранье. И так далее, и так далее. И что в Украине идет целая волна, что ленд-лист не нужен. И это идет как по приказу. На нас начали сразу нападать одновременно. Я хотел бы с вами поспорить, извините, что я перебиваю. На самом деле, ну не огромная и не такая масштабная волна по поводу того, что ленд-лист не нужен. Дело заключается в другом. У нас активно продвигается версия о том, что мы и так по трем программам бесплатно получаем якобы достаточное количество бесплатного оружия. Ну понятно, что оно не настолько эффективно для последнее время, об этом говорили в наступательных операциях. Но что касается оборонных, ну якобы это было достаточно. Вот сейчас произошел перелом, да? Вы посмотрите, как интересно. В Соединенных Штатах Америки принимают решение о наступательном оружии предоставления Украине. Дальше очень активно реагирует Франция, активно реагирует Германия. Я напомню, что Шольц очень вяло воспринимает все эти идеи и долго переваривает, за что поддан серьезной критике. Так вот скажите, что произошло, что ситуация так кардинально стала меняться? Ну Италия, во-первых, тоже вы забыли немножко об Италии. В Италии пришли правые к власти и вдруг от них пошло оружие. Хотя, опять же, ваши СМИ все отрубили, ой-ой-ой, если придут правые, то помощи не будет, а если в Америке придут республиканцы, то помощи не будет. Опять же, о каком оружии идет вещь? У вас очень, опять же, кто у вас говорит, что оружия достаточно? Это военные? Никого из этих людей я на фронте у вас не видел. Никто из фронтовых ребят тоже мне не говорят, что они там были. Никто из них не заканчивал их там академию. Я имею тенденцию прислушиваться к вашему генштабу и к ребятам с фронта, с которыми я провожу довольно-таки достаточно много времени. Где наступательное оружие? Где ПВО? Вам только что пообещали, еще не дали, пока что пообещали, одну батарею патриотов, а до этого ничего не давали. Да, но это одна батарея американская, а вторая батарея это немецкая. Уже об этом что-то. Да, хорошо, две батареи. Сколько вас погибло за эти полгода, за эти 10 месяцев, пока вам дали, пока прикрыли? Ваш президент кричал, дайте, закройте небо. Если вы говорите, что будет война, так сделайте что-то по этому поводу. Сохраните хотя бы гражданские жизни. Сколько должно было погибнуть украинцев? Детей, женщин, разбитых больниц, театров, стерты города с лица земли, уничтожены инфраструктуры, чтобы дали, хорошо, две батареи, да пять батареек пусть будет. Вы считаете, что это достаточно? И когда они еще будут? Пока что только пообещали. А вы помните, когда тоже у вас в СМИ все бегали и так кричали, 1 октября пойдет ленд-лис? А те, которые говорят, что 1 октября никто в Америке об этом не говорит, они российские консервы. Где это 1 октября? Оно прошло. Ленд-лис пошел. Нет, теперь это люди говорят, да не нужен этот ленд-лис вообще. За него платить надо, что абсолютное вранье. Потому что в документах четко написано, что от этого Украина освобождается и возвращать не надо. Точно такое же бесплатное оружие, только наступательное, только тяжелое, только то, которое уже есть, и бюджет на него не нужен. Пилить нечего. Гусеницы получите, железо получите. А вот оно не идет. Вот, может быть, вы сами можете подумать, где там ответ зарыт. А помните, когда вы тоже в Украине все вот эти же эксперты, знатоки, бегали и говорили, вот, Пайден молодец, сказал, что Путин убийца. Вот, дал ему полгода. Пайден дал ему полгода. Помните? Дети, полгода уже год прошел. И ничего против Путина не применилось. Никаких там серьезных санкций. Ни свифт не отключен. Ну и так далее, и так далее. Могу бесконечно это продолжать. Поэтому то, что сегодня Пайден говорит, что пришел критический момент на фронте, конечно, он пришел. Он все время у вас был критический. Пока вас бомбили и убивали, и создали 10 миллионов беженцев, это все критически. Для каждого этого человека это очень критический момент в жизни. Гарри, скажите, пожалуйста, вот, насколько я понимаю, в американских СМИ появляются какие-то военные эксперты, вы, американец, вам, возможно, лучше вы их знаете и понимаете, о ком идет речь, которые почему-то очень сильно сомневаются в успехах Украины, некоторые даже откровенно подогревают интерес к России. Мол, Украина настолько слаба, что она не сможет преодолеть ту живую силу, которая есть у России, соответственно, то вооружение, которое есть у Российской Федерации. Что это за такая компания? Что вы об этом знаете? Ну, я знаю несколько, некоторые явно на Украине, Украины, допустим, как я, некоторые, да, на стороне России не верят, что Украина может выиграть. Опять же, некоторые из них смотрят на это с профессиональной точки зрения, с тем, что они же смотрят, они же не знают украинцев, они же не были в Украине, они также говорили об израильтянах, когда там, что с тем, что Украина есть, она не может воевать против такой орды. И у нее 48-72 часа максимум. Это же тоже все наши разведывательные органы говорили. Это не просто там Байден из башки себе это придумал или ему приснилось. Это вот эти эксперты говорили так, потому что они считали, они просчитывали, они посмотрели, сколько вооружений у этих, сколько вооружений у этих, сколько это. Они же не могут просчитать украинскую душу, они же не могут просчитать, что президент, этот клоун, этот комик останется и будет воевать в стране. Они думали, что он сядет и улетит в Америку, как ему и предложил президент. Поэтому нерассчитывали, это невозможно просчитать, это тебя не научат ни в одной военной академии. Если вы конкретно говорите о Скотт Риттере, майоре морской пехоты, который был уволен, я служил с ним в одной и той же организации по разрушению и контролю над ядерным оружием, то у него жена, которая была у него переводчицей, закончила университет Патрицы Люмумбы, и молоденькой девочкой сразу попала переводчице на самый секретный объект в России, где я познакомилась с этим молодым офицером. Потом его турнули из вооруженных сил, он потом служил в ООН, как эксперт какой-то. Сейчас он, конечно же, выступает пророссийский. Говорит, что его жена никакого отношения к ГГБ не имела. Я верю, конечно же. Молоденькая девочка, которую мы подставили ему. Мне, например, такую переводчицу никогда не давали. Мне давали переводчика всегда такой похожий на вас. Интереса мало было у меня в нем. И еще он любил выпить всегда. Надеюсь, не про вас будет сказано. Вот. Ему такую молоденькую девочку, которая закончила университет Патрицы Люмумбы. Умумбы, как не знаю там. И она, конечно, к ГГБ никакого отношения не имела. Правда, этот же офицер был осужден коллегией присяжных в американском суде за педофилию. И получил, по-моему, три года ему влепили. Или он отсидел три года. Дали пять лет. Я сейчас точно не помню эти цифры. Вот этот эксперт, конечно же, все время выступает на очень многих американских каналах и на российских каналах. И он говорит, что у Украины никаких шансов нет. Она проиграла. И Россия правильно. И вообще Путин – это единственный взрослый человек в комнате. The only adult in a room. И у меня на моем канале есть программа. Про него я сделал. Про него программу. И вы можете посмотреть, сколько ботов туда налетело. И у него одного нет. И у него нет настоящего имени. Этих людей трогать нельзя. Ни его, ни Якова Кедми. Тоже такой есть один генерал Моссада. Он и не генерал, и не в Моссаде. Но выдают они себя в российских каналах. А вообще, что вы о нем знаете? Потому что у нас его как бы преподносят как человека, который имеет огромный опыт в израильской разведке. Может, приоткроете в Завесу? В разведке он не служил. Он служил в Нативе. Да, добился высокого звания в Нативе. Натив – это те, которые вот таких иммигрантов, как мои родители, перевозили в Израиль в 70-е годы. Потом он попал под расследование, опять же, за финансы. Что-то там происходило не так. Натив финансировался Моссадом, насколько я понимаю. Никто из русскоязычных офицеров, с которыми я служил, израильтянами, я очень много их знаю, таких участвовал вместе с ними в маневрах, учениях. Никто никогда про него не слышал, что он был военным. В Моссаде нет такого звания генерал. Когда я ввел с ним передачу, я его спросил, вы генерал? Он говорит, я должен объяснить. Ну, в принципе, мы военные очень не любим, когда это делают люди. Он говорит, что моя должность в Нативе была приравнена гражданской должности к званию генеральской в армии. Вот когда гражданские это делают, для нас это оскорбление, для военных. Потому что они не отвечают за жизни, они разрабатывают планы войны. Они не рискуют своей жизнью. Но они носят погоны или еще что-то, наряжаются, как военные пытаются... Почему они себя не сравнивают с главным почтантом Урюпинска или главным железнодорожником Якутии, или еще чего-то, я не знаю. Почему они должны сравнивать себя с военным генералом? Потому что те тоже люди на государственной должности. Почему они с ними не сравниваются? Вот они любят себя приравнивать к военным генералам. Вот это вот Яков Кедми. И он говорит абсолютно неправду очень часто, сенсационную. И у меня один раз с ним была передача, где я ему сказал, как вы служили когда-нибудь в МОСАДе. Он говорит, нет, правильно, потому что Натив был финансирован МОСАДом. За что Яков Кедми и попал под расследование и был уволен с этой должностью. Ну, то есть, кольские люди, я так понимаю, надутые, реженные генералы, но они имеют какой-то вес в российском информационном пространстве. Это очевидно. Но, да бог с ними, на самом деле. Ну, слушайте, много людей имеет вес в российском пространстве. Например, полковник полиции Илья Киева. Он тоже имеет огромный вес. Не только сам вес, потому что он весит много, но и потому что он еще так эмоционально умеет говорить. А он все-таки полковник вашей полиции бывшей. Как он стал полковником, неизвестно и почему. Но таково есть я с ним, например. Таких людей много. Таких людей много. Майор Швец, который очень активный у нас, такой немножко подкрашенный. А, кстати, что вы о нем скажете? Он Швейвере подает как однокурсника или там однокашника Путина, активно ведет блог, владеет какой-то информацией, как он говорит, открывает всем глаза, постоянно какие-то эксклюзивы. Ну, в общем, вот такая вот игра слов, но она как бы присуща его деятельности. Ну, смотри, смотри, это очень шикарный разведчик. Он в первую очередь наехал когда-то, как только Андрей Николаевич Ларионов выступал, где-то дня два-три проходил, и он начинал его, значит, унижать, оскорблять и так далее. Что я про него могу сказать? Да, у него есть, конечно, вот он, например, да он вам джувелины доставил во время войны, потому что он звонил в Пентагон, он звонил туда-сюда. Я прослужил в вооруженных силах 30 лет. У меня была одна из самых высоких доступов в секретности. Я был проверен всеми разведорганами США много раз. И поверьте мне, у меня такого доступа, как у него, близко не было только столько информации, которую он владеет. Ну, он учился с Путиным, правда, никогда его не видел. Ну, и что, а мой дедушка Ленина видел живым, и что теперь? Дает мне какое-то, что он там учился. Ну, он такой разведчик, знаете, тоже, он про меня программу, посвятил мне целую программу, новогоднюю. Да, видимо, он уже был выпившим, слегка. Его командиры пишут в книгах своих, что он был уволен за пьянство, за алкоголизм. Ну, и то, что вот он красит свои волосы, это тоже такое показательство человека фейковой, что, ну, мужчины, которые себя выдают, там, за разведчика, за Джеймс Бонд, там, ну, знаете, это, такое вещь. Говорил, посвятил программу, сказал, что я из Ленинграда. Вот разведчик, да, такой разведчик. Вы же журналисты, тоже разведчики своего рода. Ну, как разведчик такой, который говорит, что закончил на все, на отличный, вообще он все знает, и у него доступ ко всему есть. Ну, нажмите в гугле, где я родился, откуда мои родители меня увезли ребенком, кто мои родители. Он сразу же, в первом же предложении, говорит, парень из Ленинграда. Я в Ленинграде в жизни не был никогда. Любой в гугл нажмете, там написано, Гарри Юрий Табах, по-русски. Родился в Москве, родители увезли из семьи московских врачей, увезли из Советского Союза, когда он был подростком, там, и так далее, и так далее. Москва, Москва, Москва. Первое предложение его взорта из этого разведчика великого, что я родился, что я из Ленинграда, потому что нет такого звания, как капитан первого ранга. Вот опять в гугле наберите, капитан первого ранга, там, показал палец в Москве на ЗИ, Аташе, и так далее, и так далее. Много всего этого есть, что в гугле, он даже в гугл не может залезть, чтобы проверить что-то, но просто вот так, чтобы сказать, что я не знаю такого звания, как капитан первого ранга в Соединенных Штатах Америки и военно-морских сил, хотя полковник, видимо, есть, а капитан первого ранга, что приравнивается с полковником в морских силах, нет. Но это он будет, потому что капитан звучит, что это нижнее офицерское звание, а капитан первого ранга это высшее офицерское звание, Я понимаю всю эту историю, но с другой стороны, понимаете ли, каждый человек пытается любую ситуацию сделать для себя благоприятной, использовать ее для продвижения своего имени, имиджа и так далее. Если он это делает за счет другого, если он это делает за счет воровства, за счет вранья, зачем вы этого человека слушаете или доверяете? Это моя история всегда открыта. Вы можете зайти в любой американский официальный сайт и увидеть, какие у меня награды, какое у меня звание, где я служил, где вы можете что-то проверить про Швецию, где вы про Яковину, то, что они все были, или там, продолжая Рашкина, или еще кого-то, то, что они все были комсомольскими пропагандистами до этого, то, что они все были или тот же Пинковский, то, что он был в Компартии, в какой-то швейной фабрике, был секретарем этого, они все были коммунистами, все были какими-то комсомольцами, пропагандистами. Если они это делают, за счет теперь они на себе рвут в шванку, и они на фронтах их никто не видел. Мы сейчас проводили акцию 1 января перед Белым домом, где Ленд-Лиз, пришли туда и ветераны войны американские, ну, с украинской организацией ветераны войны, допустим, я принадлежу еврейской такой организации, пришли люди, прилетели из Калифорнии, украинцы, русские, грузины, разные люди. Пришел Андрей Николаевич Ларионов, у которого нет машины, но он живет, да, он живет в Вашингтоне, он, видимо, на транспорте общественном приехал туда. Где вот этот Пинковский, который точно тоже там живет, прям там же живет, почему они не приехали поддержать? Вот только вещать из своей квартиры, как надо воевать, как форсировать Днепр, как окружать Луганск. Это они могут. Ни одного дня не просружив в вооруженных силах за счет других набирать себе просмотры, лайки, попрошайничать. Где был тот же Швец? Он тоже живет в Вашингтоне. Почему этот майор, бравый, слегка крашеный, податый, не явился, не поддержал эту акцию? Потому что зачем ему это надо? Это ему лайков и это ему просмотров не принесет. Когда вы делаете это за счет вранья и за счет других людей, обманывая, лгать про этих людей, то нет, ни уважения к вам нету и чести в этом тоже нет. — Гарри, ну оставим эту историю темную. На самом деле спасибо, что расставили все точки над «и» и мы вернемся к основной теме нашего разговора. — Да. — Это вообще-то мне, я честно вам скажу, это ниже моего достоинства вообще об этом говорить. Или офицеру не гоже разговаривать. — Тогда переходим к основной теме разговора. В ближайшее время мы ожидаем конференцию в рамках Рамштайна. 18-19 числа этого месяца будет заседание или тоже конференция НАТО относительно помощи Украине в ходе этой войны. Как вам это все и чего нам стоит ждать? Какие будут приняты решения? — Опять же, я повторю еще, ничего вам не стоит ждать. Вы не можете рассчитывать ни на кого, кроме самих себя. Выстраивать свои вооруженные силы, выстраивать свою военную индустрию. И как израильтяне, так же, как израильтяне, рассчитывать только на себя. Какой это Рамштайн? Уже какой-то 148-й Рамштайн, я помню первый Рамштайн, как мы все радовались. Дадим МИГи. Польша готова дать МИГи. Через два дня Байден выходит, приказ на никаких МИГах. Потом у нас следующий Рамштайн. Вот, вышел милый, не милый, а Остен, министр обороны Остен вышел. Сказал, перевернем небо с землей, но в Украине все сделаем. Ничего не произошло. Ничего не перевернули они. Никаких полгода этих, которые обещали. И так далее, каждый Рамштайн. Так что рассчитывать на все эти обещания. Последний раз в НАТО, когда выступал генсекретарь НАТО, он сказал, в трехминутном своем выступлении, он сказал, что мы поддерживать support, наверное, поддерживать, правильный перевод будет, Украину 30 раз. Мы когда спросили, а в чем support, в чем поддержка-то будет? Вот 300 генераторов пошлем в Украину. У нас теперь НАТО, самая огромная организация вооруженная за всю историю человечества, конкурирует с Красным Крестом. Мы генераторы, оказывается. Пошлите оружие, не надо будет генераторы посылать в Украину. Пошлите наступательное тяжелое оружие, не надо будет медицину посылать в Украину. Не будет этих раненых, убитых и покалеченных детей. Оружие нужно, а не все эти ликопластыри, которые вы шлете. И вот не хочу наличное переводить. И когда началась война, я был в Украине, мой сын со своей командой, мой сын актер, называется она Yes Theory, можете посмотреть, они прилетели, все эти молодые ребята, в Украину. Так за одну неделю они переслали в Украину, они в Польшу прилетели, они в Украину переслали 500 генераторов. НАТО посылает 300 через 10 месяцев войны. А мои дети, дети, дети собрали за первую неделю войны 500 генераторов и еще две бронемашины. Ну, как инкассаторские они послали, как... Ну, они бронированные, они очень эффективно на фронте. Да. Вот вам, пожалуйста, вот вам сравнение. Что можно от них отжать? Я лично ничего от них не ожидаю. Это не значит, что у меня упаднические настроения или еще что-то такое. Все равно украинцы выстают, но рассчитывать могут на себя, на свои силы и на друзей своих. А мы, друзья Украины, должны продолжать, неважно, что про нас говорят, неважно, как нас запугают, мы должны продолжать дожимать наши власти, чтобы они выполняли наше желание, наше народное желание, а не их коррупцию или еще чем они там занимаются. Все власти, которых мы избрали, мы должны продолжать выходить к Белому дому, а у нас эта акция продолжается, там люди собираются у Белого дома и говорят, белый анлис, и американцы, и украинцы, и все люди собираются там. И продолжать давить на наши власти, чтобы наша власть, и когда люди говорят, что те, которые за ленды, ленды, это не украинский закон, это американский закон, мы, американский народ, проголосовали за Млэл Лиз, и имеем полное право требовать от наших властей, чтобы они выполняли нашу волю. Я даже не понимаю, почему некоторые украинцы этому возражают, тут даже Украина ни при чем, это наша воля, народная воля, мы хотим, чтобы наша власть выполняла нашу волю. Мы хотим то, за что вы сейчас борете, и за то, что вы сейчас за что погибаете, чтобы быть демократической, правовой страной. Ну и мы, демократическая, правовая страна, и мы боремся с нашей властью. Украина очень благодарна Америке и американцам, в первую очередь, за их позицию. Но я хотел бы вас спросить относительно оружия и его спецификации. Да, ну, говорят, система Патриот имеет много лет стажа, да, она модернизирована и очень эффективна. Но многие аналитики в Украине почему-то заявляют, что это первый шаг к появлению в Украине самолетов, так как Патриоты могут охранять огромные территории от ракетных ударов, любых видов, и таким образом они могут охранять и военные базы, аэропорты, ну, имеется в виду военные аэродромы и так далее. Связаны это как-то Патриот и, возможно, самолеты в Украине иностранные? Я не знаю, как это связано или не связано. Я не предсказаю. Вас достаточно, как вы говорите, этих экспертов, которые предсказатели, ведущие будущего. Все пока что предсказания и обещания очень мало, которые из них сбылись. Опять же, я не ПВОшник, я не артиллерист, но мой зам в НАТО был как раз офицер, майор офицер, он командиром был Патриот. И вот сейчас я с ним беседую, он мне рассказывает что-то про Патриоты. Он говорит, да, что эта система, она очень сложная. Она сложная в обслуживании в основном, не в использовании, использовать ее довольно-таки легко, а вот в обслуживании, потому что она связана со многими разными вещами, со спутниками, с кораблями, с самолетами и так далее. Одна батарея, он говорит, это не очень много. Ну, это может, конечно, прикрыть какую-то территорию, но это не так много. Но опять же, он меня все время спрашивал, а какого поколения патриотов передают Украине? Вот этого никто ответить не может. Какого поколения? Потому что, видимо, зависит от того, какого поколения вы получите, что это оружие сможет выполнять. И поэтому я не смогу ответить на ваш вопрос. Но все равно это прогресс какой-то, опять же, это давление. И опять же, когда ваша журналистка спросила, что же вы сейчас патриоты? Сначала вы сказали, что патриоты ни в коем случае не дадите. Сейчас вы говорите, что вы их дадите. Так что же вы ждете с тяжелым наступательным оружием? Дайте уже оружие. Сколько украинцев и городов должно было быть стерто с лица земли? Сколько украинцев должно было погибнуть от бомбежек российских террористических, чтобы дали вот эту батарею патриотов? Еще не дали, а пообещали. Чтобы сказали, оказывается, вам патриоты нужны после 10... Вам нужна ПВО после 10 месяцев войны. Так сколько еще украинцев? У меня вопрос. К нашим властям, ко всем другим людям цивилизации. Сколько еще украинских детей? Сколько еще украинского гражданского населения? Сколько еще украинских городов должны быть разрушены и убиты, пока мы дадим тяжелое оружие? Пока мы дадим оружие Украине, которому оно должно защищаться? И вот эти вот выклики, что Украине никто ничего не должен, брехня полная. Опять же, вот эти ваши эксперты, которые говорят, а Украине никто ничего не должен. Спасибо, спасибо за то, что и дают. Мы должны, должны, потому что это мы дали заверение. Мы, Великобритания, Россия и Евросоюз дали заверение в 96-м году, что если Украина отдаст свое ядерное оружие России, то мы будем защищать ее границы. Да, речь идет о 94-м году. Будапештский меморандум, вы абсолютно правы. Будапештский меморандум. Речь головы в НАТО, простите, что я перебиваю. Неоднократно заявляли, мол, если мы дадим наступательное вооружение, оно будет активно использоваться эффективно. Они допускают, что украинцы будут использовать эффективно. И таким образом будут стрелять в сторону Российской Федерации. Какой же ужас для НАТО, потому что они косвенно будут иметь отношение к прямым военным действиям. Еще не дай бог начнется война между Россией и НАТО. Вы слышали об этом, вы же знаете, какие заявления были. А тогда о чем они думали в 94-м, 96-м году? Я, кстати, был участником, я участвовал, я был молодой офицер, там мое участие было самое минимальное. Но я видел, как это происходило. О чем они тогда думали, когда сдавали ядерное оружие? Если бы сегодня у Украины было ядерное оружие, то ничего бы этого не было. Но мы заверили Украину, мы дали наше слово, что ничего такого не было. Один из тех, кто давал слово, нарушил это слово. Мы почему-то это все замели, это когда наш конгресс, опять же напомню, в 14-м году наш конгресс республиканский, тогда как раз, когда вас запугивают республиканцы, дал разрешение на летальное оружие Украины. Это был Байден и Обама, которые наложили на это вето. Это следующий предел, который снял. И который тогда уже у вас получил. Тогда вы получили стингеры и джувелины, которыми смогли обидеть этот первый нахран. Мы обязаны, это не то, что мы должны, мы обязаны выполнять свои обещания, если мы цивилизованный мир. И поэтому пытаться отговориться, мы боимся эскалации, мы боимся еще когда-нибудь ядерной войны, или еще чего-то. Если боитесь, так давайте отдадим Россию Аляску, отдадим Балтийские страны. А вдруг они начнут пянуть? А зачем нам наше ядерное оружие тогда? Давайте избавимся от него, сэкономим деньги. И этот КГБшник не понимает слов мира, не понимает цивилизованные отношения между странами, между людьми. Он понимает только одно – дать ему в нос, разбить ему харю, и только тогда он отступит. А пока мы все время танцуем и держим нашу руку у него на попе во время танца, он делает следующее движение, и он наступает. Поэтому мы сегодня приводим Украину в жертву, как привели Польшу в жертву, как привели Чехию в жертву во время Второй мировой войны, думая, что мы успокоим этого крокодила, думаем, что этого беса что-то успокоит. Нет, не успокоит. И вот это вот малодушие западное, малодушие в Белом доме, трусость, коррупция. Еще раз, коррупция в Белом доме и администрации нашей. Вот оно как раз и приводит к тому, что сегодня Украина в такой ситуации. Если бы в 2014, если бы в 2008 году дали бы России по рукам в нос за Грузию и за Чечню еще раньше, то ничего бы этого не было. Но если уже послали с кнопкой перезагрузки, госпожа Клинтон приехала после Грузии, то, конечно же, они начали разрабатывать планы дальше на Украину. И мы сегодня... Где? Сегодня кто-нибудь помнит про президента Саакашвили вообще? Его же Байден тоже наш президент называл лучшим другом. Что-то он сильно не борется за его освобождение. Я никогда не слышал про президента Саакашвили. Почему-то он тоже попал в тюрьму сразу перед войной в Грузии. Потому что, наверное, он знал, как воевать. Также мой близкий товарищ, генерал Гиги Калантадзе, тоже был арестован в Германии сразу перед войной. Который единственный, наверное, знал, как воевать с русскими лицо к лицу. Слава Богу, его освободили. Он сейчас служит в Украине. И много таких примеров есть. Молодушие, трусость и бесхребетность только кормят этих крокодилов. И когда им еще подыгрывают в той стране, в вашей стране, что ленд-лис не нужен, это фуфло, это то, это все. Да какое дело? Это американский закон. Ленд-лис – это американский закон. И я, например, как человек-американец, который давал присягу Америке и моему окружению, мы требуем выполнения нашего закона. Нашими властями мы требуем выполнения. Мы требуем, чтобы президент отчитался за это. Потому что по закону он должен дать отчет Конгрессу через 60 дней после подписания этого закона, что он планирует с этим делать и какой дальнейший его план. Он этого не сделал. Это мои права. Это не ваши, не украинские. Мои американские права. Очевидно. Гарри, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о ядерном оружии. Вы знаете, что по инсайдам, в общем-то, некоторые российские чиновники военные не скрывают этого, что в Беларуси уже есть ядерные боголовки. Ну и понятно, в Крыму есть ядерные боголовки. В первую очередь это было сказано после того, как главный разведчик Буданов сказал, что если мы активизируемся, то где-то к середине 2023 года мы сможем заниматься Крымом. Вот как этот фактор, вот ядерный фактор? Что вы об этом думаете? Опять же, я ведь почти 4 года служил, и я проводил инспекции ядерного оружия в России. И я могу вам сказать, что, конечно, это нельзя списывать счетов или относиться к этому несерьезно. Всегда к любому врагу, особенно к врагу, у которого есть оружие, не важно, там дубина у него или ядерная бомба, надо относиться серьезно. Это всегда опасность. Но малодушность трусить тоже нельзя, нельзя перед этим преклоняться. Да, наверное, они... Ну, господин Буданов, у него больше информации, чем у меня. Да, наверное, они куда-то и перевезли свои ядерные оружия. Но разговор с ними должен быть жесткий, а разговора нет. Вот предыдущий наш президент сказал Путину, что даже не произноси этого слова. Даже не произноси, потому что у меня кнопка больше, чем твоя. Закрой рот на эту тему. И мы должны так ответить ему. Если ты даже подумаешь, если ты даже... Мы тебя уничтожим, мы твой бункер разобьем к чертовой матери. От тебя, ни от твоих близких, ни от твоего окружения ничего не будет. Таким образом, я считаю... Вот сейчас это мое личное мнение. Я считаю, что таким образом его окружение поймет, что они имеют дело с серьезными людьми. Что они имеют дело с воинами. И что им тоже будет плохо. Придет новый барин, который их прибьет к чертовой матери. И тогда, может быть, они этого своего барина на виллу и поднимут. А пока этот барин хозяйничает, пока все перед ним юлят, то такого, конечно же, не будет. Ядерное оружие, оно опасное. И вообще вся жизнь опасная. Но мы не можем, мы не имеем права дать этому КГБшной мрази шантажировать нас ядерным оружием. Значит, мы должны применять что-то другое. Значит, мы должны делать... Мое опять, мое мнение, мнение моего окружения, мнение людей, с которыми я служил, дать Украине наступательное и тяжелое оружие, чтобы Украина смогла смести их как можно быстрее, как можно заменьшить свои потери со своей территории. Таким образом, Россия начнет разваливаться, таким образом, начнется смута там, Кремле, и во всем увидит, что он слаб, увидит его окружение, что он беспомощный старик, и они его сами тогда раздавят. И может быть, таким образом мы говорим, а каждый раз надеяться на то, что сегодня он проснется, и он не начнет ядерную войну, потому что мы ему подыгрываем. На это я считаю, что это глупо. Но это, опять же, это мое личное мнение. У вашего генштаба и у вашей разведки на эту тему намного больше. Ну, нас интересует ваше личное мнение, хотя бы в рамках этого интервью. Но я все-таки хочу спросить вот об окружении Путина. Есть такой бывший президент России Медведев. Он недавно апеллировал, что, мол, отправил корабль, по-моему, адмирал Ушаков, да, который там имеет какие-то цирконы. Мол, пускай поплавает возле Америки в 100 милях. Вот на кого это рассчитано? Для внутреннего потребления или что? Циркон – это ракеты, которые там, он сказал, 9 махов. Какие-то гиперзвуковые. Мол, в Америке такого нет. Вот что это за такие вещи? Ну, во-первых, насколько я знаю, если вы послушаете специалиста, опять же, это не личные мнения чьи-то там, а настоящего специалиста в этой отрасли, Марка Солонина, он говорит, что гиперзвуковых ракет в принципе нету такого, такое не существует в природе, потому что они развалятся. Там он объясняет с точки зрения физики, динамики и того. Этого нету. Это первое. Второе. Маршал Ушаков – прекрасный, конечно, корабль, но я хочу вам напомнить, что это сестра Москвы. Это тоже слава-класс корабль, поэтому у украинцев уже очень хороший опыт их топить. Пусть, конечно же, поплавают, как он говорит, тоже такой морской, видимо, тоже большой морской эксперт, когда он говорит, пусть корабль его поплавает. То, что он намекает нам, морякам, что это за корабль, если он плавает. Плавает только, ну, вы сами знаете, что. Вот такие вот эксперты. Ну, и, во-вторых, я не знаю, когда он это говорил, он был в трезвом состоянии или нет. Надо же все это брать и учитывать такие вещи. Была у него в этот момент белая горячка или ему сказал, кто-то это говорит. Я бы не принимал, что я хочу сказать, я бы не принимал то, что говорит бывший президент России Медведев или псевдопрезидент, ЗЭЦ, ЗЭЦ-президент, помните, такой был ЗЭЦ-директор, который сидел при Николане, сидел при этом, это ЗЭЦ-директор. А вот этот ЗЭЦ-президент, я бы не принимал ничего, что он говорит всерьез. Это такая надсмерть, карикатура русского человека. Гарри, скажите, пожалуйста, вот сейчас активно прибывают эшелоны в Беларусь с вооружением, я так понимаю, для того контингента, который собирает российская военная машина. Я напомню, у Лукашенко тоже как бы есть амбиции, и он делает довольно странные, я бы сказал, даже какие-то, ну, не должен я, наверное, как бы давать означенное суждение, но странные, да, заявления, как журналист должен быть нейтральным. Но все же, вот этот вот риск нападения повторного с Беларуси, он достаточно высок. Речь идет о времени, да, когда они подготовятся. Скажите, а почему так, почему Лукашенко до сих пор находится в такой страшной ситуации, где боится перечить, заявлять что-то, что конкретно имело бы какой-то результат в плане нейтральности? Ну, я думаю, что он полностью зависит от Путина, и он сам себя загнал в это, играясь туда-сюда, туда-сюда, в конце концов, казался туда, а не сюда. Я могу только сказать по этому поводу одну вещь, поддержать то, что сказал генерал Залужный, генерал Забродский. Ожидать нужно все, готовым надо быть ко всему. И это, может быть, они таким образом пытаются оттянуть украинские войска к Белорусскому фронту, с других фронтов. Таким образом, может быть, они, правда, готовятся к войне, но ожидать сценарий могут быть абсолютно разные, и надо быть готовым абсолютно ко всему. Конечно же, сегодня, если они перейдут в такое наступление второй раз через Беларусь, то это уже будет совершенно другое, потому что вы уже подготовлены, и там уже заминированы, там уже фарсифицированы, вы готовы к этой атаке. То, что, конечно, осложняет ситуацию для них, и это, опять же, но на эту глупость, ну, знаете, никто из военных, из нас, в моем окружении, во всяком, и украинских, и американских, не ожидал, что они пойдут в полномасштабный момент, но и 24 февраля, потому что это была не полная глупость. И если бы они пошли, то вы им устроите кровавый винегрет, я говорил, так получилось. Вы им устроили кровавый винегрет, и никакие там 72 часа, и за три дня они ничего не смогли сделать. Это просто, да и оккупировать бы не смогли Украину, поэтому это была глупость. Но если они совершат, вот сейчас опять глупость, пойдут еще раз на Киев, через Беларусь, опять через Чернобыль, и так далее, то я думаю, что это второй раз наступать на грабли, это уже патология. Но готовым к этому надо быть. Я поддерживаю, ну я никогда не скажу ничего против вашего генштаба, потому что, во-первых, у них полная картина. Генерал Залужин себя показал как гениальный военачальник, которого мы будем во всех наших академиях изучать еще много-много лет. Поэтому я думаю, что они готовы к такому. Сюрпризов для них уже больше не будет. Для украинцев, для украинского генштаба, для украинских войск. Но опять же, вернемся к тому, с чего мы начали. Украинским войскам нужны инструменты, чтобы сделать это правильно. И украинские войска, украинский генералитет, украинские офицеры, украинские солдаты, украинский народ уже доказал много-много раз, что они могут, умеют и хотят это сделать. Дайте только им оружие. Это вот вся брехня, что их там переучивать надо, что они не смогут. Все это чепуха. Чушь собачья. Смогли и с гарпунами научиться топить российские корабли, научились как-то и хаймарсами пользоваться и так далее, и так далее. И на «Леопарды» пересядут, и на «Ф-16» пересядут. Все они это смогут сделать. Все это смогут сделать довольно-таки в короткий период времени. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, чтобы сделать это правильно, нужно оружие. И то, что просит ваш генштаб, то, что просит генерал Залужный, это вообще капля, это плевок в океане. 300 танков, 500-600 БМП, Брэблис, и 800 гаубиц. Посмотрите, сколько у нас этого накоплено за все эти годы. Сотни тысяч. Да даже эти же машины, хамеры, которые мы уже списали, сняли с вооружения. То есть только нужна политическая воля американского руководства для того, чтобы активизировать этот процесс. Я правильно понимаю, да? Политической воли нет. Я тоже думаю, что мы уже все поняли, что тут политической воли нет. Тут есть политическая трусость. Поэтому теперь это только от общества зависит. От Конгресса, от общества зависит, чтобы мы на них давили. И тоже, опять же, у вас очень много голосов говорят, что вот мы, там, звали нас трампистами, республиканцами, вообще не знаю, кроме обзавалов, они ничего не умеют делать. Кроме таких лозунгов. Я считаю, что когда они говорят, что мы пытаемся таким образом, требуя ленд-лис, мы пытаемся таким образом поссорить Украину с Соединенными Штатами Америки. Подождите, что вы имеете в виду в Соединенных Штатах Америки? В Соединенных Штатах Америки американский народ, еще раз, проголосовал за ленд-лис, конгресс проголосовал за ленд-лис. И демократы, и республиканцы, супер большинство. Мы пытаемся украинский народ таким образом поссорить с американским народом, требует выполнения воли американской, требует дать оружие Украине. Таким образом мы пытаемся поссорить Украину с Соединенными Штатами. Или это власть американская, которую вы не хотите, чтобы мы вас поссорили вместе. Но еще раз я вам хочу сказать. Президенты в Америке уходят и приходят. И Байден тоже уйдет. И не будет президентом Соединенных Штатов Америки, надеюсь, через два года. Когда его срок закончится. Но американский народ и американский конгресс он останется. Каким образом мы пытаемся поссорить Украину с американским народом и конгрессом, требуя выполнения того, чего они хотят. Вот это логика. Понимаете, это вам говорят в ваших СМИ. Совки. Совковый менталитет. Не ссорьте со Сталиным. Вы поссоритесь с Советским Союзом. Не ссорьте там с Мао Цзэдуном. Вы поссоритесь с Китаем. Мы не Китай. Мы не Советский Союз. У нас поссориться с властью, это считается патриотично. А не ссорить вас с этим. Потому что поэтому это только совковый менталитет работает. Что нельзя злить власть. Нельзя идти против власти. Вот как власть решила, они лучше там знают, что нам нужно. Гарри, скажите, пожалуйста, вы говорите о роли в этих процессах лидеров стран. Я напомню, был президент Трамп до Байдена. Он говорил в свое время, если бы он был на то время, когда Обама был главой государства, никто бы не оттяпал в Украине Крым. Он бы приложил максимум усилий. Теперь он говорит, что если бы он сейчас был президентом вместо Байдена, он бы не допустил того, что допустил Байден. То есть не было бы войны на Украине. Это риторика просто передвыборного характера такого, да, там? Или все-таки есть в этом рацию какую-то? Вы знаете, я не знаю. Потому что, во-первых, я не думаю, что у него есть шанс быть президентом еще раз. Но это не важно. Опять же, это мое личное мнение. Я не знаю этой риторики. Президент Байдена говорит одно, а мы получаем другое. Президент Трамп, он, у него вообще такой стиль говорить какие-то вещи и делать их. Вот за что его любила половина Америки. Это эпатажные вещи, я так понимаю, да? Это половина Америки, знаете, оскорбляют, что там трамписты, идиоты, там, это республиканцы, люди, которые живут у нас на пособии, на американском пособии живут у нас в стране. Еще обещают на ваших каналах, что американцы идиоты, которые за Трампа голосовали, это пола страны, они оскорбляют. Ну, неважно. Тех людей, которые его избрали. Эти люди любили Трампа за то, или уважали Трампа за то, что он, то, что он говорил, то, что он в предвыборной кампании говорил, он это все делал. Он говорил, что, допустим, я перей... вот в чем я? Я был свидетелем этого, я был на еврейском республиканском конгрессе, где выступали все кандидаты в республиканскую партию. И все президенты до этого обещали, что они перенесут, потому что конгресс, опять это был закон, конгресс выдал перенести посольство Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим. Все президенты это обещали, евреи за это голосовали, а когда они становились президентами, это Клинтон, Буш, все, они этого не делали. Обама тоже обещал, а вышел Трамп и сказал, я сделаю, что нужно сделать, я знаю, что вы не будете голосовать за меня, потому что 80% американских евреев не голосуют за республиканцев, тем более за Трампа. Он сказал, я знал, что вы за меня голосовать не будете, но я и сделаю то, что правильно надо будет сделать. Ну и сразу же в газетах написали, что он антисемит, что это антисемитское какое-то выражение, но он единственный, который это сделал, он перенес. Наше посольство сказали, будет война, будет точно так, как у украинцев запугивать. Кстати, запугивали всех арабами, что он начнет войну с арабским миром. Ничего, посольство нормально работает, процветает, и арабы даже подписали мир с Израилем при Трампе. Абрамс Аккорд вышел. Поэтому я могу только на премьерах говорить и на опыте. Опыт таков, то, что говорит Трамп, он это выполнял. Он, может быть, это некрасиво говорил, он, может быть, это не элегантно рассказывал, как Обама это умеет делать, но он делал, он выполнял. Он сказал, нету там вагнеровцев в Сирии, значит, их там и не будет, и убил. Никаких красных линий он не проводил, как Обама или Байден сейчас проводит красные линии. Он сказал, используйте химическое оружие, вот вам 40 томогавок в одно место, там же, где и русская база стоит, по русской базе удар. Высунились в Торо-Боре, Алкальде из Нуры. Он самую большую бомбу бросил. Вагнеровцев, вагнеровцев, турков, турков. Он то, что говорил, он делал. И это было явно. ИГИЛа после него мы не видели. Он пришел, ИГИЛ пропал. Потому что он сказал, что я изменю правила введения боя. Российские самолеты перестали летать над нашими кораблями. И там запугивать и хулиганить. Потому что он сказал, сбивайте. Сбивайте их нахрен. Если капитан решит, что это опасность перед кораблем, сбивайте. Все, они перестали. И таких примеров очень много. Поэтому я думаю, что да. Потому что это он дал летальное оружие Украине. Он наложил санкции на Северный поток. Он закрыл консульство российское в Америке. Он опустил цены. Самое главное, опустил цены на нефть. Что Россия, в принципе, от этого погибала. С первого же дня Байден поднял цены на нефть. Запретил нам добывать нефть. Наложил санкции на наш Северный поток. Кистон стоит. А с российского снял. Ну и первый же день Северного потока. И таких примеров много. Трамп ввел обратно наш второй флот строй. То есть флот был наш расформирован второй. Потому что он противостоял Советскому Союзу. И Клинтон его расформировал. Ну потому что больше не было Советского Союза. И угроза от Советского Союза нет. Так вот Байден и Клинт. Трамп ввел обратно второй флот. И это не дружеский жест, я думаю. На этом мы уже все много раз проходили. Но чтобы отвлечь внимание сегодня, то очень многие у вас, у нас в СМИ, а вот Трамп сказал. Трамп уже не президент два года. А вот Трампа сын что-то написал там. Сын его написал, не сын его написал. Непонятно. Но все равно будут это вести вести это по... То есть вы хотите сказать, что в будущем он не игрок? Да, я так понимаю? Отвлекать внимание. Вы хотите сказать, что в будущем он не игрок? Да, я так понимаю относительно Трампа? Я думаю, что он все равно влиятельная фигура. Он все равно влиятельная фигура, и он имеет очень большое влияние на половину Америки. Но в президенты, я думаю, опять же, я же человек военный, я смотрю на этот разведчик два раза одной и той же тропинкой не ходит. Я не думаю, что за ними... И мы сегодня видим, насколько наша республиканская партия не собрана в одном. Мы до сих пор не можем проголосовать за главу республиканской партии большинства в Конгрессе уже несколько дней идет. Это голосование никак не могут проголосовать. Кто же это будет в отличие от демократической партии, которая работает как политбюро коммунистической партии. Все голосуют одна. Опять же, я просто хочу объяснить многим, что разница между республиканской и демократической партией, это многие американцы не знают фундаментально, это что демократическая партия, она более концентрируется на том, что все законы, все управление страной идет из Вашингтона, центральной, то есть Москвы все решается. А республиканцы, они по штатам, чтобы регионально все решалось, поэтому они не так объединены в одно, как демократы. Ну и также первоначально наша же страна, наши отцы, основатели нашу страну создали так, чтобы партии вообще не было. У тебя лояльность должна была быть к штату, а не к партии. И так сегодня произошло в нашей стране, что сегодня у демократов лояльность к партии, поэтому они все голосуют именно гласно, поэтому у них всегда один и тот же лидер, как там Сюганов, Шириновский. А у республиканцев нет. Они все делают это отдельно. Они все это делают, у них лояльность остается к штатам. Спасибо за то, что рассказали вот эту всю предысторию, потому что на самом деле это важно понимать, кто и как принимает США решение, потому что сейчас в данной ситуации, сложной военной ситуации, голос Америки очень актуален для Украины. Гарри Табах был нашим гостем. Сегодня канал Дики Лайф. Это человек, который очень разбирается детально в военных процессах, капитан первого ранга ВМС Соединенных Штатов Америки. Гарри, я думаю, что вы будете к нам благосклонны в дальнейшем. Время от времени с вами будем комментировать актуальные темы, которые будут задержаны нашим телезрителям. С большим уважением, Виталий Дики. Спасибо вам большое, Гарри. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. До встречи. Надеюсь, увидимся скоро вживую. До встречи. Баба.